На ваше рассмотрение представлен проект закона края, внесение изменений в закон края о прогнозном плане программы приватизации краевого имущества на 2023 год. Проект подготовлен и разработан на основе принципов достижения оптимального состава и структуры краевого имущества путем сокращения доли края в конкурентных отраслях экономики, увеличения доходов краевого бюджета от реализации имущества. Проект предлагает включить в прогнозы план приватизации на 2023 год. Имущество, включенное уже ранее в программу на 2022 год и не реализовано по причине отсутствия заявок от претендентов. Данные объекты предлагаются, как и ранее, к реализации на открытых торгах в форме электронного аукциона. Речь идет о четырех объектах недвижимого имущества, которые расположены в Рыбинском районе села Рыбная. Объекты, которые не используются с 2018 года, требуют капитальных вложений для их содержания и восстановления. Также проектам предложено включение акций акционерных обществ «Птицефабрика Бархатовская» и «Красноярский нефтепродукт». Остановлюсь поподробнее на предложенных приватизации пакетов акций. Акции общества «Птицефабрика Бархатовская». Предприятие работает в условии высокой конкуренции, при этом деятельность общества не является финансово стабильной. Как и ранее, основной причиной для включения акций в программу является острая потребность в модернизации и реконструкции производственных мощностей «Птицефабрики» в связи с высоким износом основных средств, что непосредственно отрицательно влияет на высокую себестоимость продукции по отношению к средней цене на рынок. Предприятие не реализует госполномочия, акционер в лице края не вправе инвестировать денежные средства в компанию. При этом о риске изменения профиля деятельности речи не идет. Использование имущественного комплекса общества в иных целях, чем производство и реализация яйца, экономически невозможно и нецелесообразно. Приватизация акций позволит привлечь инвестора, способного профинансировать модернизацию основных средств, после чего деятельность фабрики будет соответствовать современному уровню производства птицеводческой продукции. Акция акционерного общества «Красноярск нефтепродукт». Главным активом предприятия является обширная сеть АЗС. Всего в управлении компании находятся 172 автозаправочных станции, а также 10 нефтебаз, расположенных по краю. Начиная с 2017 года компания реализовала антикризисные меры. Наведен порядок в системе закупок. В рамках развития розничной сети магазинов при АЗС произошла модернизация 72 станций, что привело к росту выручки от продажи сопутствующих товаров. В результате за прошедший период с 2017 года предприятие значительно улучшило показатели деятельности по выручке чистой прибыли. В настоящее время доля предприятия оценивается на розничном рынке порядка 25%, на оптовом – 10%. Компания работает так же, как и предыдущая компания, на высококонкурентном рынке. Причем конкурировать приходится с крупнейшими вертикально интегрированными компаниями, деятельность которых влечет все производственные процессы в нефтяной отрасли от добычи до продажи нефтепродуктов в розницу. В настоящее время ценовое влияние на розничный и оптовый рынок предприятие не имеет. Работает согласованно с тенденциями рынка, согласно ценам, которые поделяются в том числе на бирже. Ранее одной из социальных функций предприятия считалось обеспечение северного завоза. В настоящее время данное направление предприятия также является конкурентоспособным. Все закупки проводятся на конкурентных основах, на открытых торгах. Предприятия на общих условиях участвуют. И в 2023 году по результатам данных процедур предприятиям не заключено ни одного контракта. При этом необходимо отметить, что у предприятия существует значительный износ основных фондов, в частности по нефтебазам составляет более 60%. Также следует отметить, что у края, как у акционера публичного, отсутствуют правовые основания осуществления бюджетных инвестиций в необходимом объеме и размере. Приватизация акций также позволит привлечь профильного инвестора, даст возможность предприятию развиваться в долгосрочной перспективе, также позволит привлечь средства в краевой бюджет. Не секрет, что большие коллективы у компаний, и в наш адрес также подступают обращения с тем, каким образом происходит процесс продажи. У нас было постановление по красноярскому нефтепродукту, но по обоим компаниям хотелось бы все-таки услышать от вас, чтобы вы развенчали эти мифы. А как влияет процесс продажи на предприятия? Отчасти вы сказали, но все-таки уменьшились ли активы, уменьшилась ли численность представительства в наших территориях Красноярского края? Каким образом вы оцениваете динамику по повторной оценке этих компаний, которая наверняка предстоит? Будет ли у нас существенное изменение стоимости? Начну с последнего вопроса. Мы не планируем, так как у нас финрезы компаний сильно не поменяли за прошлые годы, и больших изменений не произошло в этом плане, я не думаю, что сильно большая корреляция будет оценочной стоимости, она будет на уровне прежнем. Мы в любом случае стоим на том, чтобы цена была такая, которая позволяет участвовать именно компаниям в не случайном этих отраслях, и в которых есть цель как раз не как в ремячейки зайти, а с точки зрения долгосрочного развития этих активов. Это что касается цены. По поводу сокращения штата, я так понимаю, численности компаний, понятно, что в первую очередь определяет бизнес, но в частности по красноярскому нефтепродукту, в отношении отдаленных предприятий, филиалов, здесь планируется, и мы ранее об этом говорили, заключение социально-экономического соглашения о партнерстве, которое как раз предусматривает снижение этих рисков и исключение этих рисков. Речь про вот этот год, который мы прошли, в этот период сокращения численности не было значительно, все осталось, среднесписочная осталась такая, которая была. У меня к докладчику вопрос. Планируете ли вы в средствах массовой информации, доступных для вас, широко осветить необходимость приватизации того или другого предприятия, список, который вы выносите, для того, чтобы для основной массы населения было понятно принципиальный подход ваш, причины, ну и цель, которую вы преследуете. Наверняка они, если доступным языком объяснять, людям основной массе будут понятны, и чтобы это не оставалось условно на каких-то слухах, домыслах, и не превращалось это в объект информационного наезда, значит, на власть в целом, в том числе и на законодательное собрание, в принимаемых решениях. Это вот первый вопрос. И второй вопрос. Планируете ли вы то, что по КНП, и мы с вами это обсуждали, в случае приобретения серьезным, значимым инвесторам, поставить условия о том, чтобы Красноярск нефтепродукт оставался в нашем субъекте, ну хотя бы там на 25 лет, как налогоплательщик, как предприятие, которое будет приносить пользу субъекту, а не зарегистрируется завтра где-нибудь в офшоре, на Кипре и так далее. Спасибо. По первому вопросу, у нас, как и в прошлый раз, в прошлый раз достаточно подробно именно мотивы были в СМИ, в нескольких источниках освещены. В этот раз планируется абсолютно такая же работа в случае согласования проекта. Соответственно, это будет обязательно сделано, в обязательном порядке. Что касается второго вопроса, я уже говорил о том, что планируется соглашение при условии, что будет аукцион, состоится, во-первых, и будет соответствующий собственник. Мы, повторюсь, рассчитываем на серьезную крупную компанию, то, о чем вы говорите. И, безусловно, вот эти условия, они тоже будут, я думаю, рассмотрены включением и включены в дальнейшем. Максим Андреевич. Максим Андреевич, коллеги, у меня выступление по этому поводу. С вашего позволения зачитаю. Сегодня я буду голосовать против реализации пакета акций. У правительства никогда не было обязанности заниматься торговлей нефтепродуктами, как прочим, и лекарствами в бубежских объектах, золотом в красотметике, кредиты в Венесейском банке выдавать. Чуть подрослышно. Сейчас буду громче говорить. Тем не менее, мы их не продавали. Более того, считали и считаем социально значенными. Так что же все-таки изменилось? Нам несли корректировку, где написано, что остатка средств на начало года на казначейских счетах была 72 миллиарда. При этом, я думаю, что обоснование того, что мы пополним бюджет этими тремя миллиардами, ну, оно как-то сомнительно звучит. Чем положить туда еще 3 миллиарда, лучше ли иметь сегодня под рукой маневренный фонд ГСМ, систему распределения его для населения, ту же птицефабрику, наконец, и последний. На этих предприятиях работают сегодня без малого 2000 человек. Наверняка есть 7 немобилизованных. Точно сейчас самое время продавать их место работы. По второму кругу, Ирина Геннадьевна. Ну, поскольку мы сейчас говорим уже, скажем так, о позиции, да, я задала вопрос уточняющий. Моя позиция тоже, я остаюсь на свое мнение, что голосовать за данный законопроект я не буду. Никаких существенных изменений по сравнению с прошлым не произошло. Все те вопросы, по которым мы задавали и коллектив, и экологическая составляющая КНП, и здесь все вопросы, ответов не находят, поэтому я буду голосовать против. Коллеги, давайте поставим вопрос на голосование. Комитет высказался, депутаты, ряд депутатов выразили свое отношение. Мы голосуем с вами в первом и втором чтении, да? В первом чтении нет возражений? Второе чтение ставлю на голосование. Прошу проголосовать. Принято. 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 Принято.